здравствуйте дорогие друзья я хотела бы также публично ответить владельцу портала серафим youtube канала который выложил извинения в мой адрес сегодня по поводу сворованного видео уважаемый владелец канала серафим как я вижу вы очень еще молодой человек я надеюсь что вы действительно владелец канала серафим что за вами не стоят какие-то другие совсем взрослые дяденьки которые просто вас используют и вот если действительно вы владелец я очень рада что в этом юном возрасте вы получили хороший урок урок на тему того что нельзя никогда ни под каким предлогом брать чужое вы говорите что вы не зарабатываете деньги на видео чужих видео людей которые вы ставите на своем канале ну да пока канал не набрал 4000 подписчиков вы не можете монетизировать канал и как человек занимающийся ютубом наверняка вы это тоже знаете то есть зарабатывать на них деньги вы физически пока не можете даже если вы этого захотели кроме того ютуб очень строго следит за соблюдением авторских прав и если только вы попробуете монетизировать сразу вас закроют чужие видео монетизировать невозможно но дело даже не в этом а в том что вы не зарабатываете деньги но вы воруете у этих людей просмотры потому что люди у которых вы берете видео это в основном люди известные в своей области в своей сфере и многие из них имеют свои youtube каналы и свои соцсети соответственно вы воруете просмотры а у некоторых людей каналы монетизированные в таком случае вы воруете деньги за эти просмотры вот уж действительно русская поговорка наша замечательно говорит иная простота хуже воровства вы скачали мое видео с инстаграма вы не взяли видео ютуба потому что знали что youtube тут же поставит вам барьер на в инстаграме вы могли элементарно одну строчечку написать мне в директ анна здравствуйте давайте сделаем вместе совместный прямой эфир или можно я ваш эфир поставлю себя со ссылочкой на ваш инстаграм все наши зрители знают что я человек очень открытые доступны у многих даже есть мой личный ватсап соответственно я бы скорее всего не отказала и с радостью поделилась бы вы говорите для проповеди никогда мы с рафаилом не позиционировали себя как проповедники мы занимаемся историей краеведением изучением библии христианства мы профессиональные гиды которые теперь работаем онлайн и всегда подчеркиваем что и youtube инстаграм это наша работа в моем видео честно о нашей жизни в ирландии ни слова проповеди нет это обычное блогерское видео о бытовухе простите за выражение о жизни здесь об острых темах которые всех интересуют и в названии видео вы очень профессионально написали анна мусом леви и большими буквами о микрон то есть вы сразу знали чем привлечь публику так что ваша наивность такая немножко уж простите не верю да как говорил станиславский немножко она наиграна вы не такой наивный добрый христианин который стремится к проповеди не похоже кроме того мы несколько раз писали вам комментарии с просьбой удалить это видео вы удаляли наши комментарии и видео еще раз подчеркиваю удалил youtube когда мы уже отчаялись и подали жалобу в youtube об авторских правах там это решают сразу быстро youtube очень оберегает создатели видео потому что знает какой-то огромный труд я бы хотела посоветовать вам не закрывать ваш канал просто удалить оттуда все чужие видео и начать снимать видео самому и монтировать и создавать их и тогда вы поймете как это трудно и чего все это стоит и вы также можете рассказывать нам о вашем храме если вы человек верующий о том что вы любите что вы читаете есть много блогеров даже вашего возраста которые прекрасно этим занимаются то что вы знакомы с техникой мы уже поняли и видели соответственно думаю труда бы это не составило ну вот собственно все что я хотела бы вам сказать естественно что ваши извинения я принимаю надеюсь что это был для вас урок и больше вы так неуважительно и нечестно просто поступать не будете а вас дорогие друзья нашего канала я сердечно благодарю что вы поддержали нас вчера и комментариями и призывами удалить видео хотя еще раз автор канала так его не удалил удалил его уже youtube то есть когда наша просьба до них дошла я надеюсь что мы будем с вами по-прежнему на связи дорогие наши подписчики будем радовать вас новыми видео и пусть каждый человек занимается трудом пусть каждый работает работают ютубера создатели видео независимого независимого скажем тогда создатели видеоматериала это тяжелый труд не только интеллектуальный но и физически тоже потому что нужно и ходить и находить места и снимать и придумывать и монтировать и озвучивать и создавать все это и я желаю всем развиваться в этом направлении наш канал пока еще совсем маленький есть каналы намного больше и мы учимся у них и многие каналы вызывают уважение никогда в голову не придет без спроса брать у кого-то видео тем более связаться с людьми достаточно просто на нашем youtube канале есть наш электронный адрес то есть написать нам найти нас ну вот совершенно не проблема мы люди очень открытые всего хорошего надеюсь до скорых встреч еще раз спасибо за вашу дружную поддержку до свидания